Для этих парней ружьё, похоже, является продолжением руки. Глядя на то, как легко и артистично молодые люди выполняют приёмы, кажется, что они занимаются этим чуть не с рождения. Ещё бы, в Нижнекамск съехались лучшие из лучших. В торжественной обстановке состоялось открытие шестой спартакиады «Кадет Приволжья-2022». Кадетский корпус Нижнекамска, он всегда был одним из лучших, и мы гордимся этим. И, как было сказано, мы готовим защитников Отечества, а это сейчас очень важно. И я хочу сказать, что то, что вы выбираете и то, к чему вы стремитесь, это благое дело. Это лучшее дело, это защита своих близких, это защита страны, это защита мира. После церемонии открытия урок мужества от героев России Алексея Кораблёва и Александра Супанинского. События, о которых мужчины рассказали кадетам, происходили в Чечне. Романов, Лика Жемёкина, моё роман «С перебитым ногами», он мне хотел бросить рожок, у меня оставалось в автомате четыре патрона, и он вот этот рожок запускает на себя, говорит, отходите вниз по ущелью, хотя бы вы останетесь живы, расскажите, как тут всё было. Я был ранен, контужен, Андрей был контужен, вот я Андрея взял, потащил вниз. Выжить удалось лишь чудом. Приказ командира был выполнен. На кадетов услышанное произвело большое впечатление. Одним из слушателей был Артур Михайлов. Истории помогли парню в очередной раз убедиться, что он готов встать на защиту Родины. В непростое время, конечно, готов мне. Папа тоже готов. Папа пойдёт, я вместе с ним пойду. Так же, как и все наши деды в их время. Спартакиада объединила сто лучших воспитанников окружных кадетских корпусов из различных республик, а именно из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области. Чтобы попасть на мероприятие, кадет должен был быть в первом в учёбе и спорте. Спартакиада, которую мы организуем ежегодно, служит для того, чтобы выявить лучших среди лучших. Но дать возможность в первую очередь пообщаться ребятам, перенять какие-то методы работы преподавателям, которые тоже сюда приезжают. Ну и, в общем-то, объединить кадетские корпуса Приволжского федерального округа в единое братство. Настал звёздный час. Кадеты выходят на плац. Впереди строевая подготовка. Движения синхронные, права на ошибку нет. В течение двух дней кадетам предстоит устроить настоящую проверку на прочность, а именно продемонстрировать стрельбу, метание гранат, поучаствовать в эстафете и совершить марш-бросок. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.